В этом году мы отмечаем, я бы сказал, важную в том отношении дату или юбилей. В том отношении, что, как все мы понимаем, всё меньше становится людей не просто хороших. Эти люди есть. Не просто христиан. Конечно, они есть. Не просто даже христиан, которые хотят даже быть христианами. Они есть. Но очень мало, и всё меньше, и почти уже нет тех людей, которые не просто являются искренними христианами, а те, которые изучают христианство самой своей личной жизнью. То есть те, которые не пассивно воспринимают информацию о христианстве, информацию о том, к чему призывает церковь, к чему она учит, а тот, кто хотя бы немного подвизается. Ибо основной, я бы сказал, тезис, основное положение, которое выразил сам Господь Иисус Христос, Царство Божие берётся силою, и употребляющие усилия получают Его. Усилием. Если мы обратимся к самим себе, то, конечно, увидим, что наши усилия направлены на что угодно, но только не на то главное, ради чего пришёл Христос. А что это главное? Обращаю внимание на очень интересный момент. Если вы спросите сейчас буддиста, индуиста, мусульманина, католика, протестанта, вы знаете, как хорошо они скажут, в чём заключается их вера? Вы знаете, действительно, очень хорошо скажут, ответят вам прямо, в чём заключается их вера. Только когда вы спросите, а что такое православие? И вдруг тупик. И вдруг тупик. Действительно, а что такое мы православные? Что значит православие? Что оно есть и зачем оно нужно? Что оно даёт человеку? И вдруг здесь мы встречаемся, оказывается, с самым трудным вопросом. Поэтому, когда мы находим человека, который действительно осуществил в себе православие, в себе, не наружу, кричать мы все можем очень много о православии, о православных ценностях, и говорить что угодно, сами оставаясь самыми настоящими язычниками, готовыми растерзать каждого, кто не согласен со мной, вот такого человека найти, который бы осуществил здесь в своей жизни основную заповедь, основное, я бы сказал, положение христианства, положение православия, то, что Бог есть любовь, и пребывающий в любви, в Боге пребывает, и Бог в нём. Найдите такого человека. Мы встретимся с фанатизмом, с диким, с какой-то истошной злобой, с неприязнью, с осуждением, с чем только угодно, но только не с этим. С этим Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в нём, и Бог в нём. Как это, оказывается, трудно! Так вот, в этом году мы отмечаем как раз память человека Игумена Никона Воробьёва, который, я смею сказать, осуществил в своей жизни это основное, самый корень, самый стержень православной веры осуществил именно. Повторяю ещё раз. Я больше никогда не видел такого человека, скажу вам. Ну, может быть, я очень скептик, и рационалист, грешен, но только одного человека я такого увидел. Хотя видел очень хорошего, очень доброго. Просто, я вам скажу, просто, ну, святых по своей натуре, чтобы увидеть такого мудрого, зрелого, действительно человека, который, который, не показывая ни единой йоты своего какого-то благочестия или своего христианства, в то же время самой своей душой осуществил это. Это действительно, пожалуй, уникальный человек. Вот память его в этом году мы отмечаем 50-летие со дня кончины. Почему я о нём говорю? Потому, что он дал ответ очень хороший. Не думать, что он только один дал. Нет! Мы это находим и раньше. Он дал на современном языке. Он дал в современных понятиях, в современных категориях этот ответ. Он указал на ту суть, которая и составляет самую сущность того, чем является православие. И мне хочется именно об этом сегодня немножко и поговорить, поскольку это будет самой, мне кажется, благодарной памятью, самым благодарным словом в честь его. Именно о том, что же есть православие для каждого из нас, что оно нам даёт, зачем оно нам нужно. Что это такое? Вы знаете, конечно, лучше всего вещи часто познаются и оцениваются в сравнении. Я боюсь очень далеко уходить в эти сравнения, поскольку придётся, знаете, говорить о разных религиях и о разных христианских исповеданиях. Это очень далеко может нас увести. Поэтому попытаюсь говорить прямо, отвечая на этот вопрос. Чем характеризуется православие как религия по существу? Чем характеризуется оно? Для нашего времени это вопрос чрезвычайно важный. Чем же оно характеризуется? Скажу очень простую, кажется, вещь на первый взгляд, но простая только для тех, кто не соприкасался сейчас ни с областью богословия, ни с областью религиоведения по существу, ни с областью церковной жизни как таковой. Православие прежде всего характеризуется тем, и оно присутствует только там, не в названиях, не в названиях, только там, где действительно есть, есть вера и верность бесспорным святым христианской церкви. Бесспорно в каком смысле? Тем, которые действительно засвидетельствовали своё христианство потрясающей жизнью, показали это во всём, и в своих делах, и в своей жизни, и в своих писаниях. Церковь их именует святыми, и мы можем наблюдать при этом такую картину, что эта святость по-разному выражается в их жизни, в их деятельности и в их трудах. Апостол Павел как-то написал замечательные слова. Иная слава солнцу, иная луне, иная звёздам, и звезда от звезды отличается, как он пишет, разница во славе. Оказывается, и сама святость может иметь очень различный уровень. Это очень важно, кстати, тоже понимать. Тоже важно, потому что у нас святой и всё, и всё, что он не сказал, всё ясно. Ну, представьте себе, разбойник правый святой, ну, а как же, Христос сказал, сегодня будешь со мной в раю, значит, святой. А представьте себе, если бы мы его почитали, что он написал, если бы он писал до этого, мы бы в ужас пришли. Оказывается, какие вещи интересны, как нужно быть внимательным, что является критерием истинности в православии? Только то, что соответствует общему учению святых отцов. Не знаю, многие из вас наверняка просто даже не понимают, насколько огромное значение это имеет. Общему пониманию святых отцов, то, о чём они всегда и все учили. Почему об этом говорю? Сколько мы сейчас найдём таких учений, таких идей, таких мыслей, которые скажут, откуда взяли? Где вы нашли? Ни у кого святых отцов нет. А это его личный опыт. Ах, личный опыт, да! Я поздравляю вас, чистейший протестантизм! В православии только тот личный опыт является верным, божественным, истинным, который соответствует общему учению отцов бесспорных, святых, истинных. Только этот опыт является истинным. Если он личный, мой, твой, третий, если он не находит подтверждения в этом опыте, причём каком опыте? Это же тысячелетие! Если не находит подтверждения, мы говорим, будьте осторожны! Лучше отойдите! Если у вас всё-таки остаются сомнения, тогда скажите, последуйте великому совету святых. Что они говорят? Не хули и не принимай! Если ты всё-таки сомневаешься! Ну, у него же смотрите, какие чудеса! Смотрите, какие откровения! Чудеса, откровения! Бедные мы люди! Как мы падки на чудеса и на откровения! Вы думаете, святые отцы пишут о святости, когда-то критерием святости чудеса и откровения, думаете, станет? ничего подобного! Вы слышите? Ничего подобного! Я почему бы там говорю, что сейчас все заражены буквально! Чудо, 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 чудо! Ищут только чудеса! А что, говорят святые отцы? Да вы вспомните Библию даже! Моисей, когда творил чудеса, точно те же чудеса, точно! Повторяли прям кто? Языческие жрецы фараона! Это что такое? Помните случай знаменитый из Потерика, когда бандит пришел в женский монастырь под видом старца? Его встретили с благоговением, с такой... Обмыли ноги ему в пустыне, и этой воды грязной с омытых его ног, этой водой дали монахине слепой, и она разълела. Почему? Верила, потому что, что это святой. Он совсем, он был бандитом, а никак не святым. Я об этом говорю, это сейчас, для нашего времени, это в высшей степени важно. Какой-то какой-то вирус как впал, все гонятся за чудесами. А почему гонятся? Потому что мы удивительными материалистами стали. Нам никаких небесных благ не надо, оставьте вы свое небо. Мне нужно от сведенки исцелиться, а это печенки, а моей дочке замуж надо выйти, а сыночку экзамены сдать хорошо, а вы тут начинаете своими духовными какими-то вещами. Вы слышите, до чего дошли. Материализм дикий поражает, поражает какую огромную массу нашего, простите, так называемого православного народа. Искренне православный. Скажите, он на смерть пойдет, православный, а во что он верит? Оказывается, вот во что. Самим критерием, то есть признаком святости, что мы стали ставить. Многие святые умоляли Бога отнеть у них даже дары разобливости, пророчества, исцелений. Слышите? Умоля, умоляли Бога. Почему? Чтобы как-нибудь не ошибиться, чтобы как-нибудь не стать предметом поклонения людей, которым ничего больше на свете не надо, кроме чуда. Кстати, что пишут святые в сердце, величайшим чудотворцем, как бы это возвестить прямо на весь христианский мир, величайшим чудотворцем, которого история никогда не знала, будет антихрист. Приходится это говорить, и чувство не вмещается. Как же этот антихрист будет чудотворцем? Помните в Евангелии слова? Придут ко мне и скажут, не Твоим ли именем, Господи, мы пророчествовали? Не Твоим ли именем мы изгоняли бесов? Не Твоим ли именем мы творили прочие чудеса? И скажу им, отойдите от меня, я никогда не знал вас. Какие интересные мысли мы находим у святых отцов, у святых, слышите, всех и бесспорных. Почему для нас очень важен этот критерий? Один святой так и сказал, мы верим во что? Во что верили все христиане, святые, во что верили всегда, во что верили повсюду. Вы слышите, что является бесспорным, бесспорным, я сказал, признаком, истинным, критерием, по которым можем судить, как это важно? Это в высшей степени важно. Кстати, этим православие отличаются от всех других христианских конфессий. Я не думаю, что я никого не обижу, когда скажу, что для католицизма в католицизме последней инстанции какой? Голос Папы. Ибо Папа, избранный конклавом, он сразу же – это удивительно для нас православных, мы не можем в это поверить, мы не можем в это признать, но он сразу становится кем? тем человеком, который, выступая как верховный пастор, уже безошибочен в своем учении о вере и христианской жизни. Вы можете представить, православие говорят, нет, это же немыслимо! Бывали и святые даже, которые допускали ошибки, а здесь просто так избранный человек, просто там, только его вот избрали, всё, следующий миг, он выступает как верховный пастор и учитель, всё, абсолютная истина! Нам для нас православных также чуждо и протестантское положение, у которых каждый человек, каждый считает, как он считает, а что он считает? Мы верим только Писанию, хорошо? Здорово звучит! Верим только Писанию! Задим простой вопрос, но простите, с этим Писанием все идут, подняв Библию в руках! Всех протестанты самых разных направлений, католики, православные, все с одной Библии! И если бы действительно, и если бы действительно мы все понимали Писание, Писание одинаково, не было бы никакого разделения! Но мы, оказывается, мы понимаем по-разному, и где же критерии, и кто же прав? Скажите, кто прав? Каким образом? Но в протестантизме да, в конечном счёте у каждого направления своя традиция, и каждый, каждый считает вот это, вот такое понимание правильное. Какие результаты, какие последствия из этого? Их множество, но самое поразительное, которое, конечно, для нас православных просто абсолютно неприемлемо, в чём заключается самое поразительное, что оказывается верующему человеку, верующему человеку прощаются грехи. Какие? Прошлые, настоящие и будущие. Вам понятно? Замечательно? Красота! Подумайте только! Оказывается, Бог не видит наших грехов. Почему? Верующего человека. Потому что Христос Свою праведностью закрывает наши грехи. Неприемлемо для нас. Православие совсем не о том говорит. Говорит не о том, что Бог накажет или не накажет за грехи наши. Совсем не об этом говорит. не о законных, не о правде, не о справедливости. Православие говорит совсем о другом. Об исцелении человека. Не о том, что его осудит Бог или не осудит. И чья праведность спасёт его? Об исцелении человека. От чего исцеление? Мы подходим к самому важному моменту, который характеризует православие как таковое. Православие всё направлено на дно. Блаженно, чистое сердце. Слышите? Даже не умом, если хотите, не рассудком. Не внешней своей деятельностью, а блаженно, чистое сердце. Что за этим только скрывается-то? Подумайте! Это удивительные вещи, что скрывается за этим положением. только надо просто разобрать хотя бы немножко. Ведь можно быть богословом. Вы можете представить сейчас, или нет, что я скажу? Можно быть богословом и в Христа не верить. Почти не верить. на одной из лекций своих я уже несколько раз об этом говорил и хочу вам повторить. На одной из лекций своим студентам Духовной Академии я очень строго потребовал господа студенты немедленно представить ко мне сюда не падайте в обморок, ах, вы сидите, всё спокойно, представить себе немедленно сюда господина беса. Ну, студенты Духовной Школы, пожалуйста, никаких проблем. Я говорю, теперь увидите все? Ну, конечно, видим. Ну, теперь мы проведём у него экзамен. Вы слышите? Я говорю, вы слышите, как я провожу у него экзамен? Все, ну, конечно, слышим. Ну, уже все понимаете, и всё. Ну, вы теперь слышите, оказывается, он Священное Писание знает наизусть. Святых Отцов наизусть. Историю Церкви изумительно. Всё Евангелие прекрасно. Я его спрашиваю, ты веришь? Он знает, что мне отвечает? Это вы верите, а я знаю, а не верю. Я говорю, теперь видите, господа студенты, что, оказывается, беска, сверхправославный, он знает неизмеримо больше, чем все профессора богословия вместе взятые. Видите? Все говорят, ну, конечно, видим. Да, верно. Всё знает. Слышите? Это не какой-нибудь там профессор или доктор богословия. Он перед ним пигмей ничтожный. Всё знает. И тогда я говорю, ну, что ж, студенты, давайте скажем им, от вашего имени, я говорю, ну, помолимся, господин бес, ты же православный. Всё. Громы, молнии, землетрясения, беса, как и не было. Я к чему это говорю? Что знания сами по себе оказывается, о чём мы подчас так это много говорим, сами по себе, они ещё ничего не дают, они же не изменяют, не изменяют души человеческой. Это уже понятно. Можно можно знать всё, как господин бес и оставаться таким же бесом. А возьмите другую сторону. Я могу всё делать. Что делать? Ходить в церковь, ставить свечки, подавать поминания, отстаивать службы, ходить на исповедь, ходить к причастию. Ну, попробуйте, вы меня тронете, и вы узнаете тогда. Сразу узнаете, кто я такой. Всё исполняю, все церковные предписания исполняю, все до единого. Но вы скажете, такого мы ещё не видывали. Это какой-то зверь, а не человек. Опять не то. Оказывается, вот это исполнение, опять-таки, всех церковных предписаний самих по себе ничего может, ничего не дать, если нет самого главного. Самого главного. Что же самое главное? Мы же сказали блаженно, чистое сердце. О чём идёт речь? Оказывается, православие всё концентрировано, слышите, всё сконцентрировано, не на обрядах, не на самом скрупулёзном изучении всех этих вещей, всех даже священного писания. Всё это нужно. Но нужно как? Лишь в той степени, только в той степени, в какой, в какой это всё может помочь мне очищению моей души от чего? От всяких гадостей. От зависти, вицемерия, лукавства, лжи, обмана, тщеславия, гордыни. Вот так только. Если же это всё остаётся, вы слышите, всё мне так, а я всё исполняю, всё церковное, могу заниматься какой угодно церковной деятельностью, чем угодно могу заниматься. Если при этом душа моя остаётся полненькой этих гадостей, никакого православия здесь нет. Слышите? О, как интересно! Я православнейший человек, всё выполняю как положено, но стоит только меня толкнуть за дик моё самолюбие кому-нибудь, и я что делаю? Уже ненавижу этого человека. За зло плачу злом, а с осуждением что творится? Только и знаю направо-налево, снизу-доверху всех осуждаю. А что такое осуждение? Что оно есть? Я бы такого не сделал. Слышите? Не такой, как они. У святителя Феофана Затворника есть замечательные фразы, когда он говорит сам дрянь дрянью, а всё твердит, я не такой, как прочие люди. Осуждение – первый признак чего? Я не вижу, кто я сам есть на самом деле. Православие в том и заключается, в том и заключается, его основной путь, основное содержание в чём заключается, что он за человек при важнейшем условии. Каком? Всё отныне я постараюсь жить только по заповедям. Не просто по церковным предписаниям, потому что вы же понимаете, я же могу ходить и в церковь, и соблюдать посты, и подавать, повторяя записки, и служить молебной панихидой. Так, да не об этом идёт речь. Речь -то о другом идёт, об исполнении заповедей Евангелия. Не судите, да не судимы будете. Не лгите, не притворяйтесь, не лицемерьте, не воруйте и так далее. О заповеди их идёт речь, а мы очень легко можем подменить это своим, своей церковной, как говорят, оцерковлённой, воцерковлённой человек. Знает, к какой иконе приложиться, да, да, и какой акафис заказать. Называется церковный человек. А первым одним из признаков православия является, это добрые, в бою сказать, благожелательные, в бою сказать, любеобильные отношения к любому человеку. Вы слышите? Прежде всего, неважно, кто он, православный он, или атеист он, или буддист он, это кто бы он ни был, это доброжелательные отношения к каждому человеку. Один из величайших святых православной церкви Макарий Великий так было назван, остался в истории как земной бог. И за что же, вы думаете, его так назвали? За удивительную, необычайную любовь к согрешающим, к преступнику, к негодяю, к еретику, к вору, необычайная любовь к согрешающим. А вы, наверное, обратили внимание, сколько сейчас вот в интернете и всюду в литературе сколько взаимных обвинений даже среди церковных людей смотришь и мурашки по коже, что мы делаем, перед всем миром позорим себя, ругаемся, обвиняем. Боже мой, это христиане или кто? Или секта какая-то? Что является самым верным признаком действительного, правильного состояния христианина? Об этом сказал, это выразил великолепно один из святых, преподобный Пётр Дамаскин, когда произнёс такие слова первым признаком, вы слышите, первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих вещественных, как песок морской. Своих? Вот других я вижу по лбу. Сплошь и рядом у себя? Ну, немножко, конечно, есть, но немножко. А в общем-то, я хороший. Первым признаком, что является, как для нашего времени это важно, а люди ищут чего? Ищут всяких состояний, благодатных состояний, благодатных мест, благодатных людей, и чего только не ищут, и считают это православие. Первым признаком начинающегося здравия, даже видение наконец своих грехов. Почему это важнейшее положение? Только больной лечиться, здоровый лечиться не будет. И до тех пор, пока я не вижу у себя этих болезней, я лечиться не буду. Мне не нужно ничего. Я и так хороший. Я формально исповедуюсь, так же причащаюсь, так же хожу в церковь, помечтаю в храме, осужу всех направо-налево, да, и пойду. Слава тебе, Господи! Обеденку отстоял. Как хорошо-то! Вы слышите, какие вещи-то! Каким образом человек может, может и должен прийти к этому состоянию? Нет другого пути, как только то, то, о чём так великолепно сказал преподобный Семён Новый Богослов. Тщательное исполнение заповедей Христова научает человека, открывает человеку его грехи. Я осуждаю на каждом, каждую минуту, каждый просто непрерывно. Но если бы я вдруг вспомнил, я же нарушаюсь заповедь, я бы сразу увидел, кто я. Кто я? Оказывается, первым, началом, только который может открыть человеку моё подлинное состояние, является именно попытка, начало, решимость жить по заповедям Христовым, по Евангелию, а не просто по церковным предписаниям. Хочу обратить внимание, кто распял Христа? Знаете, кто? Да вы меня не называете народ! Распял Христа? Распяли те, кто скрупулёзно исполняли все церковные предписания. Самые вот это внешне православные люди всё исполняли до полочки, до дёрточки, то, что называется законом. Представляете, они распяли Христа? Эти уже праведники, хотя по чисто церковным положениям, они были настоящие праведники, всё исполняли. Что же вы ещё хотите? Когда игумень Арсения, замечательная подвижница конца 19 века, однажды обращаясь к своим монахиням, говорит, – какие вы христианки! У вас никакого христианства нет! Как вы живёте? Вы ничего не делаете! Они просто возмутились! Это мы-то ничего не делаем! Мы все послушания исполняем! А не вы ли, матушка, говорили, что послушание выше поста и молитвы? Всё, что прикажете, мы делаем. Мы посещаем все богослужения, мы делаем все работы, мы всё делаем, что она от нас хочет ещё! Вы слышите? Вы слышите? И она с горечью говорит, – Боже мой! Она ещё не знала слово колхоз, а жалко. Так что же вы думаете, у нас тырь – это колхоз? Она бы так бы сказала. Это что, ферма какая-то, что вы исполняете все послушания? И в колониях все исполняют всё, в тюрьмах всё исполняют. Разве в этом суть монастыря и монашества, и христианства? Разве в этом? Представляете? И как многие люди так и думают, что православие – это что я делаю, сколько свечек я ставлю, сколько раз хожу в храм. Забыли о самом главном, о самом важнейшем – блаженны чистые сердца, а не чем-нибудь другим. Исполнение заповедей Евангелия – вот что необходимо. Вы знаете, в истории сколько было богословских споров? Боже мой! И до сих пор они идут! Сколько при этом зла возникает, сколько неприязни, сколько ненависти! Из-за чего? Из-за каких вещей? А забыли самое главное! Бог нас спросит не за то, сколько мы знали, не за то, что мы здесь сделали, а за то, по совести ли мы жили, по заповедям ли мы, спросит о чистоте сердца нашего, а вовсе не этих вещей. Почему об этом я говорю? Потому что всё действительно реже и реже. Мы слышим, чтобы говорили об этом. Всегда же мы видим людей, которые в своей жизни исполняют, именно это исполняют, скромно, внутри себя, которые именно живут духовной жизнью. Духовная жизнь – духовная жизнь – это внутри. Меня никто не видит, что у меня внутри, в душе. Никто же не видит. Грязь у меня там одна крутится, или, напротив, борьба с этой грязью. Желание чистоты – никто же не видит. Духовная жизнь – это и есть именно борьба с своим, так называемым, ветхим человеком, то есть, своими страстями, вот с этими нравственными и духовными недугами. Я сказал, нравственными и духовными. Хочу обратить внимание, нравственное – это поверхностное, это то, что видят все, и я вижу. Вор есть, и я вижу, что вор, и все видят, что вор. Нечестный человек, и все видят, что нечестный, бессовестный, и так оно видно. Нравственность – это то, что касается нашей проявлении во внешней жизни. Я могу внешне нравственно быть безупречным человеком. Да, никого не убивал, никого не грабил, никому не изменял, не обманывал. Что? Что? Живьём канонизировать можно, наверное. А на самом деле, что внутри? А внутри что? Какое самомнение, какое тщеславие, какая гордыня, я не такой, как другие люди. Слышите? Сколько гадостей внутри в это время может быть у этого вполне нравственного, слышите, человека? Действительно нравственно. А внутри что? Господь, Иисус Христос, почти никогда не осуждал, ну, скажем так, греховодников. Напротив даже. Посмотрите, как у мытаря, говорит, он вышел оправданным по толкованию святых отцов. Он вышел оправданным. А фарисей, который хвастался своими делами, что он всё исполняет закон, вышел осуждённым. Хотя в Евангелии такая форма сказана, что мытарь вышел более оправданным. Это слово выражения, такое, это форма выражения, святоотеческое толкование, понимание. Мытарь, грешник, обманщик, который сбирал налогов больше, чем положено, но он бил себя в грудь, ой, Боже, милостью, будем ли, грешнику. Он искренне каялся, и Господь оправдал его, а фарисей вышел осуждённым. Блудницу привели к нему, что он ей говорит, тебя не осудили, и я тебя не осуждаю, только иди и впредь не греши. Это паразитные вещи. Первый в рай кто вошёл? Кто? Праведник, да? Негодяй, бандит, у которого руки по локоть в крови. За что он вошёл? Достойно и по делам нашим мы получили, что нас распяли. Ты помяни меня, Господи, во царстве твоём. Какое покаяние! Обратите внимание, кто спасается, что такое православие, что такое, это и есть православие, истинное христианство. Кто спасается? Кто осознаёт свои грехи, кается в них и говорит, Господи, помяни ты меня во царстве твоём, я никогда там не буду. Правильная христианская жизнь приводит человека всё больше и больше к видению действительно своей греховности и своей греховности. Своей греховности наконец своей именно греховности в такой степени он даже начинает видеть, что наши так называемые даже добрые дела оказывается пронизаны ядом тщеславия, самомнение. Даже добрые дела. Недаром, недаром святые святые оплакивали свои добродетели как грехи. Вы слышите, это что за поразительное дело? Оплакивали свои добродетели как грехи. Это что такое? Это что-то невиданное, неслыханное. А мы-то уж трубим о своих добродетелях. По всему свету готовы говорить о них. Правильная духовная жизнь приводит человека именно к тому состоянию, которое так просто выразил разбойник правый, когда сказал достойный по делам нашим. Помяни меня Господи во царстве твоем. То есть он осознал, что он действительно грешный, что он недостоин. Какое там царство Божие? Ни о каком царстве Божьем речь не идет. Ты только меня там помяни. Я никогда там не буду. И вы знаете поразительно что? Все святые отцы, которые действительно достигали истинной святости, все они приходили именно к этому состоянию. Кажется, они-то к этому состоянию. Сесой великий, преподобный великий, кстати, в церкви не так много святых, которые названы великими. Когда он умирал, когда к нему собрались его собратья, ну, как обычно, это, знаете, ещё бы, старый человек, святой человек, всеми почитаемый, все знали Сесоя, ещё бы, собрались к нему, тем более знали, что он уже действительно отходит. Да. Его лицо сияло так, что невозможно было смотреть, сверкало каким-то светом. И слышат Сесой молиться. Сесой, о чём ты молишься? Я прошу ещё время на покаяние. Сесой, тебе лекается ответ. Поверьте, братья, я не знаю, положил ли я хоть начало покаяния моего. Это великий Сесой. Когда к нему пришёл один подвижник и сказал, «Отец, я имею непрестанную память Божию». Вы знаете, что он ему ответил? Ой, как стоит запомнить, что он ответил ему. Он ответил, это невелико. Слышите? Непрестанная молитва, непрестанная память Божия. Да мы бы сейчас бросились к этому человеку, я не знаю. он это невелико. Велико, когда ты увидишь себя ниже всякой твари. Ух, какой потолок! Вот это православие, какой потолок! Вы подумайте, какому величию призван человек. И чем ближе, ближе человек приближается к Богу, к свету, ибо Бог есть свет, тем сразу заметнее становится всё, вся грязь, которая на его одежде. Ночью все кошки серы. Можно не беспокоить, до того мы хороши все, потому что ничего не видим. Святые, когда приближались к свету, то смотрите, к чему приходили. Пимен Великий говорил, поверьте, братья, куда будет ввержен сатана, туда буду ввержен я. Удивительные слова я скажу. Так вот, православие всё направлено на духовную сторону жизни человека. Мне очень хочется это подчеркнуть. Подчеркнуть, потому что сплошь и рядом мы говорим только о внешней стороне, только о внешней церковности, только о внешнем соблюдении всех церковных предписаний. Да всё это хорошо, но, скажу вам, тот, кто всё это соблюдает без борьбы своими страстями, тот из грешного человека превращается в дьявола. Почему, скажете? Впадает в гордыню. В гордыню впадает. Я не такой, как прочие, не как эти вот там на улице. и в храм хожу, и о качестве слушаю, и молитвы читаю, и причащаюсь, и собораюсь, и чего только не делаю. Всё. Не такие, как они, слышите, а великие святые приходили к чему? Как тот же Макарий Великий в утре молитвы говорит, Боже, очисти меня грешного, ибо я ничего доброго не сделал перед Тобою. Он-то ничего доброго не сделал, скажем мы, а Он-то видел. Говорю всё это, чтобы показать, показать, какое благо, когда ещё появляются эти люди, которые действительно достигали какой-то степени вот этого православия. Ещё раз говорю, святость разная бывает, разная, от солнца до самой мелкой звёздочки. Но какое благо, когда мы находим таких людей, когда мы видим таких людей, когда общаемся с такими есть людьми, когда можем уже лично, уже не знаю сейчас, можем ли мы с кем общаться с такими, не знаю, но, по крайней мере, Писание, когда читаешь их, просто поражаешься, Боже мой, вот где Дух действительно Божий, вот где Дух смирения, вот где Дух любви. Хочется ещё раз сказать, там, где нет смирения, там, где нет любви, бежать надо от такого, бежать, потому что там нет Бога, нет Христа. Христос распялся за кого? За кого распялся? За грешников. Христос за кого молился с креста? За сущих антихристов его распяли, за своих распинателей, за антихристов молился. А чем наполняются наши души? Боже мой, всё точно наоборот. И всё это происсякает из чего? Не видим своих грехов. Гордыня царствует нашей душе. Так вот, когда мы видим человека, находим человека, находим Писание такого человека, в котором мы видим именно откровение вот этих святоотеческих истин, какая радость души. Скажу вам так, вот письма Игумена Никона Воробьёва, это вашего, вашего здесь тверского человека, он же родился в Тверской губернии, он же окончил реальное училище в Вышнем Волочке. И знаете, какой он был интересный человек, не находил себе покоя, ища, что он искал. Зачем же живёт человек? Какой смысл его жизни? Бросился в науку всё, что можно было изучить. И в этом не открылось. А наука, оказывается, она вовсе смыслом жизни не занимается. Я абсолютно безразличен. При чём тут смысл жизни? Она просто занимается изучением вот этого материального мира. какое разочарование! Бросился в философию! Изучил настолько философию, что к нему даже педагоги подходили и консультировали, чтобы спросить по тому или иному вопросу, как тот или иной философ об этом думает. Изучил немецкий язык, изучил французский язык, для того, чтобы читать их, философов, в подлинниках. Мало ли там перевод, что? И что потом? И говорит, я увидел, что не философ, то свой взгляд на вещи. А где же истина? А где же истина? Каждый по-своему говорит, каждый по-своему думает. Бросился в изучение психологии. Поступает психоневрологический институт тогда в Петрограде. Там учится и ушёл. Говорит, я думал, что там-то, хотя поговорят о смысле жизни человеческой, там поговорят о душе человеческой, а там о чём? О психике говорят. Да при чём же? Это же совсем другое дело. Там нисколько даже и вопросы не ставятся о смысле человеческой жизни. Вы подумайте! Даже вопроса нету о смысле зачем я живу. Даже этого нет. Удивительный человек. Это просто ходил в холоде, в голоде. Все деньги тратил только на книги. Изучал. Было ведь... Вы знаете, что любопытно? Ведь родился в православной семье. В какой же православной семье? В которой всё исполняли, всё как положено. И хождение в храм, и молитвы, и посты. Но которые абсолютно ничего не знали о православии. И вот он, пройдя через науку, философию, психологию, вспомнил наконец-то, где же ещё... О, я не всё сказал. Он не только через это прошёл. Не только через это. Он же буквально, как только поступил в реальное училище, вышли в молочке, очень скоро разуверился в каком-то бытии Бога. Говорит, нам так великолепно, в кавычках, преподавали закон Божий, что эти уроки превратились в часы острот и кощунств. Он перестал верить Бога, стал атеистом ища смысл жизни. И вот здесь, после этого пути, пройдя вот эти ступени, изучал, попытался узнать, что это буддизм, йогу, индуизм. Слышите? Науку, философию, психологию. О, люди есть! Просто позавидуешь! Ну, просто позавидуешь! Прямо почувствуешь себя таким пигмеем перед такими людьми, перед подобными людьми, что просто и выразить невозможно. Говорит, я потерял смысл жизни, нигде его нет. И вспомнил я, и вспомнил я, ведь наша семья-то была православная, а вдруг Бог есть? И он сам рассказывал, что с ним произошло. Это было в 1915 году. ночью, когда, говорят, я уже дошёл до состояния какого-то полного отчаяния, я буквально вот в состоянии огромного напряжения воскликнул, Господи, если ты есть, ну, откройся мне, я же видишь это, не ради чего-нибудь ищу, не ради любопытства, не ради какой-то мистики, не ради корысти, откройся мне, если можно. И вот он сказал, что с ним произошло. Бог открылся мне. Открылся, причём, с такой силой, это было такой силой переживания в душе. Бог же любовь есть. Не существо, а любовь, дух, Бог есть дух. С такой силой открылось это, что я упал на землю, я рыдал, я говорил, Господи, всё, что угодно со мной делать, я всё, я ничто теперь, никогда во веки веков не отступлю от тебя, помилуй только меня, благодарю тебя и так далее. И интересно, и вдруг услышал, услышал мерные удары могучего колокола. Я сначала подумал, что это в монастыре, там звон, потом посмотрел, так время уже, первый час ночи, никакой службы нет. И вот, и вот, интересно, вот как человек воспитанный, воспитанный в научном подходе, осмыслении всего, говорит, не галлюцинация ли это у меня была? А, вы слышите? И он постоянно и дальше продолжал. И говорит, я только потом успокоился, успокоился и понял, что это действительно, с таким явлением Бога часто сопрягаются и внешние даже проявления этого. когда он успокоился, когда он успокоился, когда вдруг купил книгу, книгу Сергея Николаевича Булгакова, это бывшего марксиста, который тоже от марксизма перешёл к православию, который в своей книге «Светные вечерние» написал об этих вещах тоже и тоже мерные удары колокола. Потом, говорит, «Я вспомнил». Так у Тургенева же в «Записках охотника» есть интереснейший рассказ «Живые мощи». Там же Лукерья – это красавица, это душа всех компаний, которая заболела тяжко, заболела тяжко, вся иссохла. И когда я к ней пошёл и разговаривал с ней, пишет Тургенев, она мне сказала, «Да мне хорошо! Я слышу, я слышу, не сказала с неба, а сказала, я слышу сверху удары колокола». Игумен Никон говорит, «Я тогда понял, что, оказывается, вот эти даже внутренние духовные состояния иногда сопровождаются и сопрягаются вот с такими даже чисто внешними явлениями явлений. Я успокоился». И в 1917 году он поступает в Московскую духовную академию. Этап, вы слышите? Атеизм, индуизм, наука, философия, психология и, наконец, богословие. Правда, поступает он туда, почему? Ему уже не надо было доказывать, что Бог есть. Он говорит, поступил я, почему? Мне хотелось ещё иметь и теоретическое обоснование, обоснование религии и бытия Богу как такового. И он там ходит большей частью за очень известным тогда профессором, интеллектуалом, энциклопедистом по своим познаниям священником Павлом Флоренским. Кстати, Павел Флоренский, когда он учился в Московском университете, ему после окончания тут же предложили несколько кафедр, а он пошёл в духовную академию. И вот здесь он, говорит, я ходил за ним, там было свободное посещение лекций. Но академию в 19-м году закрыли и дальше у него началась уже другая жизнь. Он есть такое местечко, оно, наверное, до сих пор, может быть, есть Сосновицы. Сосновицы есть. Это, я не знаю, деревня, деревня такая. Там он устроился учителем математики. И вот он там с 19-го почти по 25-й год преподавал математику, пока его там не выгнали из школы за то, что он отказался преподавать на первый день Пасхи. Потребовали. Ну, знаете, изощрялись не знаю только в чём. Да. Хочу ещё сказать к его характеристике. Представьте, что это человек, что такое 30-е годы. Ну, все мы, все мы слышали, все представляем эти ужасы жизни. В 30-м году принимает монашество. Становит священником. Слушайте, скажите, это что такое? Сумасшествие. С точки зрения практической, житейской, сумасшествия, это подписать себе сразу смертный приговор. верно, в 33-м году его арестовывают. Арестовывают и ссылают. Видите, теперь Комсомольск на море. Он говорил, я же первый комсомолец. Строили там. Причём, знаете, сейчас открыты всё-таки частично архивы КГБ и вот в Минске, его в Минске арестовали Игумена Никона. Сейчас открывает, и вот там есть священник, который получил доступ к этим архивам, и вот он описывает там протоколы, что даже КГБ были удивлены этим человеком. Его мужеством удивительным, мужеством на всех этих допросах они были поражены. Прямо там доподлинные тексты, которые остались в этих архивах. Вот так арестовали его и пошёл строить Комсомольск. Видите, Комсомольцы какие были-то? Это да! Да! В кавычках, естественно, да! Но затем он это был настоящий, говорит, это страшный был подвиг. Когда он потом прочитал один день Ивана Денисовича у Солженицына, то он сказал «Где же он сидел? Так это же курорт! Курорт! По сравнению с тем, что они переносили там». Он и дальше продолжал жить в этой Тверской губернии после возвращения из Комсомольска его принял отец его друга, с которым вместе учились они в реальном училище, Лев Михайлович, знаменитый хирург в Высшем Волочке. Это вечная ему память. он приютил его под страхом ареста, потому что тогда никого не щадили. Приютил его, и он у него был универсальной хозяйкой, что называется. Всё делал, всё, что только можно было делать. До самого 25-го года. жена этого хирурга и её сестра были атеистками, и они постоянно издевались над ним. Основная фраза, которая была написать всё можно, всякую чушь, и Вы ещё в это верите. Чем кончилось? Чем кончилось? Жена Михаила Львовича тяжело заболела. Она была очень нервной, особой, вообще характеры были очень трудные и у жены, и у её сестры. Она буквально не давала никому покоя. И вот однажды к ней приехала жена её сына. И вдруг эта Александра Ефимовна жена ей рассказывает вот уже мне несколько ночей подряд являются семь, по-моему, семь, как несколько каких-то старцев, которые говорят, говорят, у вас есть священник, обратись к нему, он даст тебе свет. Вы прочтёте, там точно есть фразы. Он даст тебе этот свет. Что произошло дальше? Это несколько ночей подряд. Наконец, она не выдержала и обратилась действительно к отцу Никону, исповедовалась, причащалась и умерла истинной христианкой. А сестра её, вторая, Елена Ефимовна, которая тоже была врачом, даже приняла монашество. И когда она скончалась, её хоронили торжественно, с музыкой, как тогда это было принято, и никому и в голову не приходило, что под её подушкой, на которой лежала она, там были монашеские принадлежности, чёткие, парамон, никому и в голову не приходило. Такова была сила его убеждения. И эта сила его действительно проявлялась поразительным образом на многих людях, с кем он соприкоснался. Скажу только одно, что слава Богу, что мы ещё можем с ним соприкоснуться хотя бы вот таким образом. Слава Богу, что сохранились его бесценные письма. Слава Богу, что в этих письмах он передаёт ничто иное, не какую-то чепуху там пишет, как, знаете, он говорит всегда о самом главном. Он говорит о духовной жизни, о её законах. Он пишет о том, что такое добро, а что такое зло, что такое страсти, что грех – это ничто иное, как тот промах, та ошибка, та рана, которую человек наносит себе. И взывай! Он скончался в 1963 году. Его могила теперь находится в городе, в последнем месте его служения. Это Гагарин. Там его могилка, там на камне могильном высечены его слова. Жалейте и любите друг друга. Замечательно! Вечная ему память! Спасибо вам! Если какие-то вопросы, то, пожалуйста. Иван Никон в конце жизни говорил, что ничего хорошего в этой жизни он не видит. Как такое может быть, как может не видеть красоту нашего мира? Ну, мы здесь смешали совершенно две разных реальности, абсолютно разные реальности. Игумен Никон, знаете, как природу любил? Я-то знаю. Гагарин, он постоянно только в шатские ходил в лес. Так он любил и за грибами ходил. Постоянно. Уж природу-то он любил, не знаю, как это и выразить невозможно. Вы же понимаете, о чём он говорит? Господи! Чем наполнена наша жизнь? Потому что всё наполнено чем? Страстями и страстишками. Никого же не тронь, а то, знаете, как говорят, пойдёт вонь. Вот дело-то ведь какое! Вот о чём он говорил и сокрушался. И поэтому он повторял слова апостола Павла. Желание имею разрешиться, то есть уметь, и быть со Христом. Мы все должны стремиться к тому граду, не имеем везде пребывающего города, но к грядущему, грядущему мы стремимся и к нему идём. Вот так о природе он говорил. Как спасаться? От кого зависит спасение? Спасение состоит в чём? В нашем понуждении, в нашей борьбе со всем тем злом, которое мы в себе видим. Мы же не терпим зла в других людях, правда же? Но вот надо бороться с этим злом в самих себе. В чём, я бы сказал, изюминка нашей веры? Вот хорошо я воспользуюсь этим советом. Представьте себе, что сейчас сидите не вы, а представители всех религий. Слышите? Всех, какие есть на земле. И я грозно задаю вопрос. Прошу вас, господа, представители этих религий. Ответьте мне на следующее. Кто спасётся? И начиная одного за других спрашиваю. Вы знаете, удивительное согласие. Все говорят, спасётся тот, кто исполняет предписание моей религии. В чём вопрос? Что за глупость? Профессор с ума сошёл, наверное, ничего не знает. Один за другим. И только вот там один человек что-то молчит. Я говорю, а вы что молчите-то? А вы что считаете? Он говорит, а я не согласен. Как? Как не согласен? Вы знаете, что христианство открыло? Во всех религиях спасается тот, кто всё исполнит. Понятно? понятно. Христианство кто первый спасся? Бандит. Вы слышите? Бандит. Мы называем его благоразумный разбойник. Конечно, благоразумный, потому что он покаялся, он беглый, благоразумный. Христианство произвело, если хотите, в религиозном сознании мира революцию неслыханную. Почему христианство неприемлемо даже, как это такое? Вдруг спасётся кто-то такой неправедный? Спасутся только праведники? Отвечаем, нет, спасётся неправедник, потому что их нет. Потому что все мы грешны. Нет праведного, нет ни единого, а спасётся тот, кто, наконец, увидит, что он грешник на самом деле. И от всей души постарается, насколько только сил у него хватит, исправляться и каяться. Тот, кто смирится, наконец, и покается под том и величие жертвы Христовой, что он за нас пострадал, и мы, теперь грешные и окаянные, можем спастись благодаря этой жертве, если, если покаемся и смиримся, и смиримся. Вот, оказывается, кто спасается. И этим христианство отличается от всех религий мира. Ещё, говорю, в этом смысле христианство – это просто антирелигиозная религия. Ни одна религия с этим согласиться не может. Это же безумие! Недаром апостол Павел писал, мы проповедуем Христа распятого, иудеям соблазна. Ещё бы! Там спасается кто? Эллина, тем более, безумие! Ещё бы! Конечно, безумие! Такую вещь сказать, бандит первый вошёл в рай. Вы что, смеётесь? Нет, мы не смеёмся, а мы поражаемся и преклоняемся перед величием Христа. Вот, оказывается, во что мы верим! Вот, какое спасение проповедует христианство! Тёмная личная радость любовь к ближнему. Любовь к ближнему заключается в следующем. Дядя в белом халате вдруг приказывает раздеть человека до гола и, начиная острым-приострым ножом развязать его. Затем оттуда чего-то вырезает, выбрасывает, зашивает. Какой ужас! Издевается как над человеком! Подумает инопланетянин. Оказывается, этот, над кем он так издевался, деньги ему ещё дают большие. Ой, спасибо тебе, ты спас меня! Слышите, что такое любовь? Это не гладить по головке. И с другой стороны, конечно! Когда мы видим проповедуя какие-то гадости, да, когда детей... Сейчас я прочитал, что только творится в Германии, чему только учат детей, девочек и мальчиков, чего делать. Они ещё не подросли даже до переходного возраста, чему их обучают только, чему научают эта несчастная и венальная юстиция, которая и там... Так, мы должны тут решительно возражать. Против чего? Против этой идеологии, этих идей. Мы должны с этими идеями, да, должны бороться, возражать и делать то, что можем. Здесь уже, извините, никакой толерантности, то есть, то есть, чувстве, согласии. здесь не может быть и речи. Есть добро, есть зло, и это надо оценивать надлежащим образом. Нашим критерием добра и зла является Евангелие. Мы знаем, мы можем ответить на вопрос вот того малышки. Помните, как он пришёл к отцу и спросил крока, что такое хорошо, что такое плохо? И никто не знает. А мы знаем, у нас есть Евангелие, мы знаем, что такое хорошо и что такое плохо. И поэтому, когда мы благожелательно относимся к человеку, да, мы ко всем должны относиться благожелательно, всем должны желать добра и блага, но при этом мы совсем не за то, чтобы давать свободу злу. Это совсем другое дело. Добро и зло – разные вещи. Отношение к человеку – да, но зло – насколько это возможно, мы действительно должны, насколько это возможно, насколько мы действительно в состоянии, со злом мы должны действительно бороться. Это верно. Вот так. Так что толерантность, видите, имеет совсем разные характеристики в зависимости от того, о чём мы говорим. Мой знакомый привлекся астрологией, выхождение во время сна души из тела. Насколько это вредно и как убедить его в это неделю? Ой, насчёт как убедить, я не знаю, но что это вредно, меня удивляет только православие, которым живёт тысячи лет наш народ. И человек не интересуется, не интересуется. Столько великих людей воспитало православие. Да и в конце концов, просто уже действительно по существу надо знать, что это такое. И вдруг, вместо того, чтобы узнать, что такое православие, мы начинаем заниматься неизвестно чем. Я не понимаю этого. Как же это можно? Как это можно? Я бы сказал этому человеку, он должен постараться узнать, что такое православие. А православие говорит, «Теперь мы видим всё, что мы видим, как бы сквозь тусклое стекло гадательно, тогда же лицом к лицу». Это писал великий мудрец апостол Павел. Поэтому все эти астрологии и прочие вещи – гадания на кофейной гуще. И мы, взрослые люди, свою жизнь прожигаем на эти гаданиях. Может, приходится только глубоко сожалеть об этом. Спасибо. Можно ли делать биометрический загад паспорта? Вы знаете, до того мы какие-то язычники, что ли? Это всё, исключительно этим, всё у нас биометрически, небиометрически. Господи боже мой! До Антония Великого обклейте вы шестёрками всего! Что же вы за такой народ какой-то, как магии, как язычники боятся? Вот к этому нельзя прикоснуться. Это тебе то-то, это сё-то. Прямо какие-то или иудеи, или язычники. Апостол Павел пишет, идол в мире ничто. Слышите? Ничто! А мы говорим, нет, 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 как это? Как это? Нет, наверняка. Прикоснётесь, и всё. Нам важно не изменить Христу, не изменить Его заповедям. А эти языческие вещи, которые творятся и будут твориться, так это их дело. Но мы никуда не денемся от этого. Тогда вы скажите этому человеку, выбросить надо всё, всё, электричество прежде всего, потому что от него питается и радио, и телевидение, и, я не знаю, интернеты, и надо и машины, и вообще всю цивилизацию выбросить. Потому что всё это произведение какого разума человеческого, который стремится вот здесь получше устроиться, так и биометрические паспорта. То же самое. Какая разница-то? Чем, на чём мы обращаем, на что обращаем своё внимание? Просто, ну, приходится сожалеть. Сожалеть глубоко. Не об этом надо думать, а думать, как бы не обманывать, не лгать, не притворяться, не лукавить и не осуждать. О! Это было бы достойно человека. И своим биометрическим езжайте хоть на Соломоново острова. Нужно ли молодому человеку идти служить в армии? Ну, а как же не нужно? А как же не нужно? Конечно, нужно. А что же, меня пусть кто-нибудь там с ружьем стоит, а я здесь буду пить кофеёк? Возможно ли, и если да, то каким образом изменить наши жизненные ориентиры? Невозможно, а нужно менять жизненные ориентиры. И наш ориентир такого должен быть. Мы выступаем за то, что именуется сейчас таким, знаете, словом православные ценности, которые все заключаются в чём? Что мы должны в своей жизни осуществлять основной принцип христианства. Насколько возможно, уж не говорю любовь, избили это слово, будет благожелательство каждому человеку. Каждому. Вот. Это наш жизненный ориентир. Практически жизненный ориентир. Я из старинной православной семьи, но дочь моя умная, чистая после общения с православным священником ушла в секту. Из Солиона, где уже последователи более ста тысяч. И в других сектах ещё больше. Я устал и бороться, так как администрация Красноярского края на стороне этой секты. Когда будет помощь и борьба с сектами? Слушайте, если бы мы были православными, никто бы не ушёл в секту. Слышите? Поняли? Значит, напали на такого батюшка, который, видимо, так, что эта бедняжка побежала хоть куда-нибудь, хоть в секту. Мы толкаем в секту, в секты людей. Слышите? Если бы мы были православными, то если бы с любовью относились к каждому человеку, были бы честными, слышите, честными, если бы все знали, что к этим людям можно пойти, они помогут, они не оттолкнут, они не осудят, они не расскажут о мне всё на свете и всякие небылицы. Если бы они сказали, церковь – это, знаете, что такое? Это действительно святыня. Да кто же бы ушёл тогда от нас? А когда придут к нам, а мы их и обругаем, и чего только не сделаем, и оттолкнём, то естественно, человек и бежит куда? Ну, куда глаза глядят? Куда угодно могут попасть. Жалко, конечно, этих людей, что, опять-таки, они не узнал по существу всё-таки, по человеку судят о религии. Как это жалко! А вот о Виссарионе-то уж надо было бы им тоже посудить. Христос женат и с детьми. Да чего же здорово! Это интересно, из какого же откровения Божия можно было бы только такое это взять? Какой ужас! Для чего нужно докатиться и не видит этого видняжки? Христос же предупредил прям, заранее говорю вам, вот скажут, Христос вот здесь, Христос вот там, Христос вот в потаённых комнатах, не верьте, ибо пришествие Сына Человеческого будет, и Он говорит дальше, какое это будет пришествие. Да, во славе великой, соммом ангелов Своим. А тут что такое? Женатый человек в себе, и все на него там работают. Дети не знают, где у него там в Англии учатся или где, я не знаю, в общем, я не знаком с этим. Сейчас этих всех полно и увлекают простодушных людей всякой вот этой ерундой. И только потому, я вам скажу ещё раз, только потому, что не знают, что такое православие. Но самое главное, что когда посмотрят на православного, скажут, уж нет, я лучше пойду куда-нибудь, только не с такими православными. Вот в чём причина основная. Спасибо. В жизни чего-то добиваются волевые люди. Как соотносится воля Божия и воля человека? Ой, Господи, ну что же вы такие общие вопросы задаёте? Ну, воля Божия... Это нужно целую лекцию читать, как соотносятся воля Божия и воля человеческая. Она становится, скажу вам, очень просто. Воля человеческая, когда она следует, убедилась, что Евангелие – это истина, и хочет следовать этому Евангелию, тогда воля человеческая и согласуется с волей Божией. Когда же я начинаю лгать, обманывать и так далее, что угодно, тогда она не согласуется с волей Божией. Ну, это самое такое элементарное, что называется, рассуждение. Вот как согласуется. От нас зависит. От нас зависит наша жизнь. Понятно? В огромной степени от нас зависит. Пьянец, говорят же, не пей, у тебя будет плохо. Нет, начал петь. У него семья никуда не годится, ушёл, с работы выгнали и так далее. Что, воля Божия это или что это? Неужели непонятно? Надо же это понимать, такие вещи. Мы творим свою судьбу. Вот, но наши и не видим, к сожалению, своих страстей. Если бы увидели, какие наши страсти, то поняли бы, почему наша судьба так уходит в разные стороны. И вместо того благополучия, которое мы ожидаем, получается у нас точно наоборот. Страсти свои мы не видим. И начинаем говорить, ах, куда же Бог смотрит? Или где же, какова эта воля Божия? Конечно, Бог виноват, что цирроз печени у пьяницы. В одной лекции в семинаре вы про участие сказали фразы, мы сказали, что ваше мнение было, что недостойны причащаются и цитаты за апостола, что многие из вас болеют, а некоторые умирают. И вы сказали, что даже молодежь бывает очень много молодых на главы еще частности. Не от этого ли это произошло? Это ваши слова были? Но вы сказали, это мое мнение, и мы, как сказать, просто, потому что истяк, но смотрите, у вас, что стало это сказано, многие из вас болеют, а некоторые умирают? А можно ли болеть это никак телесно, а как духовно? Болеют духовно, а некоторые духовно умирают. То есть причастием в него вошел сатанат. И он сделал предательство. И если человек недостойно причаститься без покаяния, не станет он еще злее, не войдет ему сатана. И я почему-то говорю, потому что пошла тенденция, если отчастного причастия разговора пошла. Почаще очищаться, петь его, спасаетесь и так далее, и так далее. И что вы можете сказать нам? Извините, простите, что ли? И духовно, и телесно человек может страдать, если он причащается без благоговения, без покаяния, без соответствующей нравственной подготовки. И духовно, и телесно. Ибо надо помнить, что первичной реальностью, извините, что я так выражаюсь, первичной реальностью является духовное состояние человека, которое в конечном счёте определяет и всю нашу внешнюю жизнь, в том числе и наше тело. Многие достойно с искренним покаянием и смирением причащающиеся исцелялись от самых страшных недугов. А многие здоровые становились больными, когда формально просто так подходят, да ещё с гордо поднятой головой. Апостол Павел пишет об этом, а то многие из вас болеют и умирают. Это касается и тела, и души. Вот так. Какие книги ещё вовремя святителя Дня Генневича Милова и Гурлинин на главу и Писи Малоравского Старца будут посоветованы? Ну, обязательно надо иметь толкование на Священное Писание, причём святоотеческое толкование. Потому что, видите, почему протестантизм так ушёл далеко? Потому что они оставили святых отцов в сторону и сами начали своё мнение выдавать за истинное и рассыпались как горох. Ибо что не человек, то своё мнение. Поэтому, прежде всего, надо обязательно иметь толкование. Я бы особенно посоветовал, конечно, Иоанн Затауста. У него очень много толкования на Священное Писание. У Феофана Затворника у него толкование на послание апостола Павла. Можно сказать, почти-почти все. Затем можно бы толкование епископа Михаила на Новый Завет. Эти книги толкование очень важно. Ну, а из другой литературы, конечно же, кто-то, Аудрофей, например, это книги написаны очень просто, душеполезные поучения, просто, доступно и очень хорошо и, я бы сказал, на нашем уровне. Но, конечно, отцов добротолюбия... Посмотрите, возьмите первый том хотя бы, почитайте, какие там наставления Антония Великого замечательные. Да, вообще отцов добротолюбия. Ну, правда, конечно, не все. Некоторые касаются очень уже, так сказать, возвышенных положений, которые, ну, для нашего времени уже, ну, для нас они не подходят. Мы слишком оземлянились, или, как святые отцы сказали, мы слишком стали горды сейчас. Почему мы ничего не получаем? Почему у нас нет никаких переживаний духов? Мы слишком стали горды. Самомнение очень большое. Вот. Так что отцов добротолюбия, конечно же, это очень полезно, но надо понимать, читая их, надо, надо, конечно, обязательно консультироваться с какими-то, может быть, знающими людьми, потому что многие положения иногда вы встретите там, которые требуют объяснения, требуют комментарии. Почему Игнатий Бринчинов советует? Потому что он вот в этих своих томах дал краткую выжимку из всех святых отцов, концентрированную выжимку дал, а Игумен Никон дал концентрированную выжимку из Игнатия Бринчанинова и на современном языке. Поэтому особенно он ценен для нас. Мне кажется, если будем читать это, сверхдостаточно Игнатия Бринчанинова, Игумена Никона, Валаамского старца, да, конечно, Игумен Арсений, конечно, замечательные её, её письма, конечно, прекрасные, да, но достаточно. Где у нас, где мы найдём время, чтобы читать ещё больше? Ну, вот так, я думаю. Я скажу так. Тот, кто искусственно начнёт самоуничижать себя, тот стал уже на путь глубоко неверным. Это всё перепутали. Ни о каком самоуничижении искусственном речь не идёт. Мы даже просто смиряться в отношениях с людьми. В каком смысле? Ну, не лезть своим мнением и каждому человеку. Не спорить до безумия, до вражды. Ведь мы как спорить-то не умеем? Я так, а ты так, и всё, чуть не до кулаков уже начинается. Самоуничижение совсем не в этом состоит. Святые отцы пишут, что человек по мере того, как он попытается жить по-христианскому, он видит, что, оказывается, ничего не может сделать. Ну, не может не осуждать. Вы же, представьте себе, не осуждать, не может не болтать. Я хотел сказать прознословие, но это слишком мягко. Да. Не может не лукавить, не может не лгать. Вот тут ты увидишь, кто он такой есть. И когда я увижу, что, оказывается, я в самых элементарных вещах, даже не могу быть человеком, тогда я не буду перед другими возноситься. Буду с сочувствием относиться к другим людям и с великодушием, если хотите, буду относиться ко всем тем, кто поступает не так, неправильно, действительно грешит с великодушием, так же, как в больнице, не осуждают друг друга. Так вот, вот в каком смысле уничижение. Если мы начнём искусственно этим заниматься, то мы впадём в лукавство, в лицемерие. Я-то знаю, что я хороший, но я грешный. Я грешный. А на самом деле, я знаю, что я не очень-то грешный, если погрешнее меня. И что это будет такое? Чушь какая, простите меня. Вот такое слово. Ни малейшего лукавства не должно быть в наших отношениях перед Богом. Полной должна быть искренность. А то, что я грешный, это нетрудно убедиться, что грешный. И вот в соответствии с этим осознанием своей греховности и надо посмирнее просто себя вести. Слышите? Вот что такое уничижение. Посмирнее себя вести. Они не какое-то уничижение искусственное. Вот я вот так это понимаю, когда святые отцы говорят о самоуничижении. Посоветуйте, пожалуйста, как научиться любить своих врагов? Хороший вопрос, да. Мы неверно понимаем слово «любовь». Мы сразу её понимаем как вершину, как, знаете ли, готовы и всё отдать себя и свои души. Любовь, как добродетель имеет, знаете, от нуля до бесконечности. И первая ступень, которая подходит нам, когда мы говорим о любви к врагам. Первая ступень, в чём заключается? Не делать зла своего врагу. Относиться к нему всё-таки справедливо, без пристрастия. Вот, первая ступенька, справедлива. Надо запомнить, что в этике справедливость является низшей её ступенью. Справедливость. Потому что самая справедливая – это компьютер, вы же знаете. Вот. Это уже и будет первой ступенью любви. Не воздавать злом за зло. Вы слышите? Вот это уже первая ступень любви. Относиться справедливо. А там, глядишь, постепенно, может быть, и больше научимся. Может быть, смогу всё-таки сказать, Господи, помилуй его так же, как и меня. Потому что я такой же. А может, хуже. Вот, вот, начинается. Мы должны говорить с вами только о начале любви. Разве можем мы говорить о том, о чём пишут святые, как Исаак Сирин пишет, что имеющий такую любовь готов десятикратно в день быть сжигаем за любовь к людям. Вы слышите? Да где же это нам? Об этом речь не идёт. Какой там любовь души? Хоть бы справедливым-то быть и зла не делать своим врагам. Вот это будет уже любовь. Уважаемый Алексей Ильич, в свято-этической литературе встречаются различные взгляды на отношения духовника к духовным чадам. Например, оптинские старцы советуют умеренно помолиться и принять совет духовника как волю Божию, без рассуждения. Угнание причинного и ноль в гляд. Какой совет отцов наиболее применим в современности и как быть в тех случаях, если духовник не даёт конкретного совета либо уклоняется от этого? Ну, знаете, прежде всего хочется сказать о следующем, что мы духовников превращаем в каких-то универсалов, универсальных... Как это называется? Кто-то советует... Что? Оракулы. Нет, нет, не Оракулы, а справочное бюро по всем вопросам. Ну, что же это такое? Батюшка, мне козу покупать или ковову? Ну, конечно, батюшка, да. Трёхкомнатная квартира или пятикомнатная, или однокомнатная. Ну, простите, ну, при чём тут батюшка? К батюшке надо обращаться за вопросом духовной жизни, а по всем практическим вопросам надо обращаться к людям компетентным. Может быть, и батюшка такое окажется, но это же не духовный вопрос. И здесь, пожалуйста, рассуждайте об этом, правильно ли, сказали батюшка, или нет. При чём здесь? Не смешивайте, пожалуйста, ведь беда, коль пироги насчёт печи сапожник, а сапоги точать пирожник. Ну, Господи, не сказано, уже прям чёрным по белому уже. И тем не менее, духовник и по всем вопросам. Приходит слесарь, батюшка, какую благословите гайку? У меня шестигранную или восьмигранную? Ну, что же это такое? До чего же мы докатились? Ну, это надо понимать. Так вот, но это первое, так сказать, положение. Каждому надо обращаться своими вопросами. Вот. Второе и очень серьёзное, что надо понимать, одно дело, духовник, то есть, святой человек, который видит душу человека и который может действительно дать совет, ну, почти не спрашивая. Таковых нет. Можем мы это запомнить или нет? Таковых нет. А если таковых нет, тогда надо тогда Игнатий Бринчинов говорит, наше время, не Игнатий Бринчинов один, и Феофан Затворник об этом говорит, они так настойчиво говорят, наше время это время жить по совету, а не по послушанию. Можем мы это понять или нет? А мы лукаво хотим так. Духовник сказал ура! Всё! И как будто бы с меня взятки гладки. Зачем лукавишь? Бог видит твоё лукавство, и ты за это получишь ещё трижды хуже. А то батюшка сказал, да, он виноват. Не хотим думать, не хотим рассуждать нисколько, не хотим почитать, не хотим спросить другого человека. Нет! И когда смотрим действительно вот здесь на духовника, как на оракула, и сами себя наказываем. Поэтому ещё раз повторяю, Игнатий Брянчинин, и Феофан Затворник настойчиво говорят, в наше время отношения между духовником и посомом должны строиться на принципе советования. А советы, говорят они, можно принять. И я вижу, убеждаюсь, каждый раз говорю, какие разумные советы даёт, я с удовольствием принимаю. А вижу, простите, какую-то глупость сказал. Я с осторожностью откажу. Ещё раз, опять ерунда. Ещё раз, ну, подальше тогда. Нельзя относиться к духовнику, как к оракула. Что вы? Наше время – время советования. А советование предполагает обращение – хорошо, спроси другого. Видишь, что-то здесь не то? Спросите, пожалуйста, другого человека. Нельзя же так. Смотри, это время было, когда был старец и послушник. Было время послушания, которые жили вместе. Это только среди монашества, среди монастыря. Вы слышите? Был принцип послушания. Где? В монастырях, среди монашества. А тут теперь вдруг миряне стали. И находятся батюшки, которые всё начинают командовать. Ну, что ты будешь делать? Говорят, скажу вам так, как только увидите командующего духовника, как от огня бежите от него, потому что это признак гордыни. Слышите? От гордыни ничего доброго не научишься. Это надо очень важно знать. Вот так. Как можно понять, что рекомен Никон отзывался, что самое трудное было находиться на кадрах и с отчаевными бандитами в их среде, но в то же время ему именно на кадрах с радостью сердца звонила Иисусу Молитву. Есть ли это награда за смирение? Ни о каких наградах не должно быть речи в православии. Если хотите награды, то идите в католичество. И там будут вам и награды, и заслуги, и сверхдолжные заслуги. Какая награда, если я лечусь и мне действительно что-то помогает? Это что, меня наградил? Да нет, я просто правильно использую эти средства, и мне лучше становится. Меня никто не награждал. Или наоборот? Что вы, всё время вот католицизм использовал вот это наше какое-то, знаете, страстное состояние, мы всё ждём. Или наград, или наказание. У соседа сгорел дом. Знаете что? Так ему и надо. А у меня-то, слава тебе, Господи, до чего же я хорош, значит? Да? Это что за дикость такая? Какие награды? При чём тут награды? Среди шпаны бедный он? Он действительно, когда кругом тебя тут невольно человек начинает, Господи, помилуй, Господи, помоги! Единственная помощь, действительно, где Бог? При чём тут награда? Это естественная реакция была души. Естественно, Господь обращается и помогает человеку, который искренне обращается к нему. Это естественно, избави Бог думать о наградах. Это гаудействе только. Помните, когда Христос сказал трудно богатому войти в Царство Божие? Помните, ученики? А кто ж тогда спасётся? Откуда такой вопрос? Коли богатый, значит, Бог его наградил за праведность. А коли бедный или урод, это Бог его наказал за грехи. Ай-яй-яй! Я ещё раз вам говорю, христианство действительно это религия совершенно другого порядка. Никакой никакой тут правового элемента нет. Тут всё естественно. Да. Живёт человек по заповедям Божьим. Живёт справедливо. Он и получает соответствующее. Да. Напротив, и сам потом сам себя наказывает. Вот в чём дело. Поэтому Игумен Никол действительно говорит, там молитва Иисуса, говорит, делалось очень легко. А когда он вышел из тюрьмы, то сказал, здесь уже пришлось понуждать себя к этому. Понуждать. И вот он трудился. Трудился, понуждал. Не пассивно творил молитв, а понуждал себя. И достиг. Чего достиг? Вот, угорел, вынесли его без сознания, приехала скорая помощь. Так, и он в бессознательном состоянии говорил, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Врачи ахнули. Да и все, и все мы, которые присутствовали, так открылось, что у него непрестанная молитва Иисуса. Можно было предполагать, но знать не знали. А тут открылось. почему он усиленно понуждал, трудился. Если бы мы трудились, и мы приобрели, но мы не трудимся. Как совет духовника, остается всё понятно. Вот такой вопрос. Можно ли не выполнить конкретное архиерейское благословение? Ну, слушайте, что вы хотите меня под меч подвести, да? Какая разница архиереи, духовник? Причём тут какая разница? Речь тут о духовных вопросах. Тут речь не о сане, а совершенно разные вещи. Сан в данном случае не имеет никакого значения. Вы к кому бы пошли сейчас за духовным советом? К какому-нибудь там патриарху или папе римскому? Или, или, или к Марии Египетской, которой женщина сана не имела? Раз. Монарского пострига не принимала? Два. Мирянка была самая настоящая. Три. Итак, к кому пошли бы? К архиерею или к ней? Неужели непонятно? Причём тут Сан? Ну, слушайте, ну вы что? Не Сан определяет уровень совета и духовности, а духовная жизнь человека. Конечно, побежали бы к Марии Египетской или к Антоне Великому, который тоже сана не имел, пострига монашеского не имел, был мирянином, но он был Антонием Великим. Кому вы пошли? Ну-ка, патриарху Константинопольскому или Александрийскому, или к нему? Ну, неужели непонятно? Ну, что? Такие вопросы. Ну, при чём тут Сан Протестанты распространяют мангелы? Почему православные не распространяют житиясных отцов? Ой, сейчас любую книгу, по-моему, можно достать. И православных полно. Ну, да. Сейчас всё можно, вы знаете, всё можно достать, всё можно купить, но скажу вам, дело не в количестве литературы, а в качестве. Сейчас, к сожалению, очень много литературы, я вам скажу, ужасной. И знаете, самая ужасная литература какая? Книга вот такая. Вам что вам надо? От какой болезни? Молиться вот этому святому? Вот такой-то молитвой надо? Вот такой-то молеби надо? Не ошибитесь! Не ошибитесь перед такой-то иконой! Я даже вот так грозно спросил, на приходе выступал, я говорю, кому надо молиться от пьянства? Все хором, неупиваемые чаши! Я говорю, правильно! Молодцы! Правильно! Не вздумайте молиться перед Казанской иконой или Владимирской иконой, не поможет! Вот до чего мы докатились! Вы слышите, я другого слова не нахожу, как докатились! Уже не Божья Матя у нас, а перед какой иконой! Слушайте, вот если бы дети, дети, когда это... Я бы не удивился, мы бы ухмельнолись, но дети и что? Когда взрослые, в недумении, Боже мой, что творится? Так это православные или язычники какие-то? Что происходит? Так что нужно читать хорошую литературу. Вот те книги, которые я назвал, они очень хорошо, если мы будем иметь их у тебя. Моги-бога! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ